Дом 2 новости! Подписывайтесь на канал и узнавайте самые свежие события телепроекта! Возле съемочной площадки реалити-шоу ведутся строительные работы и часть поляны идет под снос. Первым пострадало лобное место, а многих участников отправили на остров любви. Милена Безбородова просит помощи у своих подписчиков. Девушка хочет избавиться от мата в своем лексиконе, но не знает, как и чем можно заменить бранные слова и как бороться с желанием выругаться и с кем-то поссориться. У Ильи Яббарова появилась новая песня под названием «Я ухожу». Отрывок своего будущего хита участник дал послушать своим поклонникам и попросил профессионалов по вокалу проходить мимо. Саша Черно, как и многие другие участницы Дома-2, оказалась в числе приглашенных на девичник Майи Донцовой. Накануне в сети появились первые кадры с мероприятия. И тогда многие подумали, что главной отличившейся на девичнике стала Алена Савкина. По слухам, девушка вновь напилась и отрывалась всю ночь, заявившись в периметр одной из последних. Впрочем, не отставала от коллеги по шоу и Саши Черно. Судя по всему, на вечеринке Александра обзавелась ухажером и изменила Иосифу Аганесяну. По крайней мере, на видео, которое теперь активно обсуждают на просторах интернета, некий молодой человек облизывает плечо Александры, а потом и вовсе ее целует. К слову, сама Черно никак не реагирует на подобные знаки внимания. Девушка продолжает общаться с подругами, даже не поворачивая головы к парню, который пытается привлечь ее внимание. Долгое время Анастасия Иванова и Вячеслав Потемкин оттягивали момент волшебства. Парочка хоть и жила вместе, не спешила сближаться, из-за чего в коллективе даже поползли слухи о холодности Анастасии по отношению к бойфренду. Впрочем, наконец, случившееся в паре волшебство ничего не решила. Вот только на этот раз в проблемах в интимной жизни с Анастасией обвинили неопытного Славу. Все точки над «и» решилась расставить сама участница проекта. Девушка рассказала о страшной трагедии в прошлом, которая теперь мешает ей наслаждаться волшебством. По словам Анастасии, ее изнасиловали дважды, причем в разные годы и разные мужчины. Сама Настя больше не скрывает. Ей нужна помощь психолога и поддержка славы. Кристина Черкасова в прямом эфире Иосифа Аганесяна рассказала поклонникам реалити-шоу, что не беременна. Они с мужем мечтают о детях и скоро вплотную займутся этим вопросом. Анастасия Болинская опубликовала странный пост о новой дороге и новой жизни и о том, что все впереди. Подписчики Насте переживают за ее пару с Алексеем Кудряшовым и считают, что Болинская решила покинуть проект. Друзья, пожалуйста, оцените это видео. Поставьте лайк или дизлайк. Измена Розалии Райсон обошлась Андрею Шабарину в кругленькую сумму. Несмотря на то, что полноценного волшебства с Алиной Никоновой у Андрея все же не было, ему пришлось вымаливать у Розы прощения. Правда, не обошлось и без материальной компенсации. Так, к примеру, за свой поступок Шабарин готов был потратиться на преображение Райсон. Молодой человек пообещал без пяти минут супруге силиконовую грудь, однако в конечном итоге разорился по полной программе и все для того, чтобы сохранить отношения. Как стало известно из недавнего прямого эфира Марии Кохно, Розалия стала счастливой обладательницей колье за полмиллиона. Роскошный подарок девушка получила за несколько часов до девичника Майи Донцовой, после чего сразу же простила бойфренда. Интересная новость с сайта шлок. Тепло попрощавшись с Татьяной Владимировной, Илья Яббаров ушел в наглаженном костюме с огромной сумкой из-за ворота, не откликнувшись на шутку Александре Черно, что он собрался на концерт. В ночном эфире «Дома-2» Алена проводила мужа, а потом села на кухне и запричитала. Ей показалось, что он уехал не в Саратов. Оказывается, Алена Савкина подозревает, что у Ябарова есть другая женщина. Участница поделилась с мамой своими переживаниями, но легче ей не стало. Савкина давно заметила, что Ябаров с кем-то ведет тайные переписки, прячется в туалете и по углам с телефоном. Что-то скрывает и ведет себя довольно странно. Татьяна Владимировна, которая живет в одном доме с зятем, почему-то не замечала за ним ничего особенного. Она вообще недавно призналась, что не понимает Илью и не знает, что у него в голове. Но Алена упорно продолжает свою речь, что Ябаров сначала погуляет, а потом поедет к матери в Саратов. И костюм он напялил на какую-то важную встречу. С одной стороны, Алене важно знать, что ей не изменяют, а с другой она узнает, кутил Ябаров в Москве или сразу поехал домой только через сутки. И все у нее уже остыло, она стала безразличной к любым ситуациям и провокациям Ябарова. Но тему с изменами отыгрывать как-то нужно. Наверное, бабушку не посвятили в суть нового сценария, потому что она похлопала глазами и побежала посмотреть, как там в кроватке маленький Богдан, пока ее дочь впадает в депрессию из-за сбежавшего любимого. Примет ли Алена Ябарова назад после короткого отпуска? И какая интересная женщина захочет встречаться с Шинсанье, пожизненно связанным с кланом Рапунцелей? Все-таки реконструкция поляны и пилотный проект, на котором пробовала себя как ведущая Валерия Фрост, стали основанием для запуска нового проекта канала ТНТ Яхта Любви, съемки которого начнутся в сентябре. Объявлен уже и кастинг девушек, желающих попробовать свои силы на телевидении. Стала известна и концепция проекта. В течение 10 дней внимания трех самых завидных холостяков телешоу Дом-2 будут добиваться 10 отобранных кастинг-службой красоток. Сформировавшиеся пары переходят в ряды участников телестройки, остальные будут довольствоваться отдыхом на Сейшелах. В съемочной площадке, подобранной к Острову Любви, добавится Яхта Любви. Остается только вопрос с теми, кто будет принимать участие в новом проекте. Напомню, что в пилотном выпуске, о котором так много спорили Валерия Фрост и Надежда Ермакова, женихами были Артем Сорока, Алексей Безус и Валерий Блюменкранц. Неужели они же и в новом шоу примут участие? А как считаете вы? Пишите комментарии. Милена Безбородова так и не успела свести татуировки с именем Алексея Безуса. Несколько сеансов не увенчались успехом. Сам Безус к этой идее относится отрицательно и не хочет, чтобы Милена удаляла тату. Леша считает, что эти татуировки должны напоминать ей о любви к нему, а также о том, какие глупости она делала и не повторять своих ошибок. Безус добавил, что расстаться легко, а вновь вернуть доверие сложнее, и Милена должна ценить и беречь отношения. В последние дни Алена Савкина, недолго радовавшаяся семейной идиллией с Ильё Яббаровым, вновь оказалась в эпицентре скандала. Уже ни для кого не секрет, после вечеринки, где она перебрала с алкогольными напитками, Алена в пух и прах разругалась с отцом своего ребенка и даже подралась с ним на тет-а-тете прямо на глазах Влада Кадони. Привыкшие к подобной дикости со стороны молодой мамочки зрители нисколько не удивлены. От Алены давно ждали что-то подобного. А вот то, что Савкина пойдет по стопам старшей сестры и засветит на камеры свою промежность, стало для многих сюрпризом. Не так давно в сети обсуждали кадры, на которых в поле зрения домовских камер попало оголенное причинное место Рапунцель-старший. А теперь без нижнего белья на тет-кадоне заявилась ее младшая сестра. Вероятно, Алена не ожидала, что в ходе беседы ей придется так активно махать ногами и поэтому не позаботилась о том, чтобы прикрыть срам. Это были все новости на сегодня. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Следите за новостями и не пропустите новое видео, которое выйдет совсем скоро. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok